Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна Суботина, и вы на моём канале. Сегодня мы с вами будем готовить рассольник со свежими огурцами на зиму. Такая заготовка вас прекрасно выручит. На рыбалке, в любом походе, можете взять с собой на дачу. И заготовка эта простоит у вас всю зиму, до следующего сезона. Даже в прохладном месте, примерно при температуре 15-18 градусов. Или в холодильнике, или в подвале, если он у вас есть. Всё делается очень легко. Сейчас я вам всё покажу. Друзья, я рассольника делаю всегда очень много, примерно 30-40 банок. А потом угощаю своих родных этой заготовкой. Я беру килограмм перловой крупы. Заранее промываю и заливаю водой минимум на 1 час. Можно оставить перловку, замоченную на ночь. Это будет ещё лучше. Или сварить в течение 30 минут, допустим, в мультиварке. Как вам удобнее. На 1 килограмм перловой крупы потребуется 4 килограмма свежих огурцов. Я всегда использую для этого рецепта переросшие огурчики. Лишь бы только не попались горькие плоды. Иначе они испортят вам всё блюдо. Для рецепта потребуется 3 килограмма свежих помидор, которые нужно измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. У меня же своя домашняя томатная паста. 2 литра. Далее. 1,5 килограмма репчатого лука. 1,5 килограмма свежей моркови. Нам потребуется соль. 3 столовые ложки. Сахарный песок. 4 столовые ложки. Уксус 9% 100 миллилитров. 1 литр воды. И стакан растительного масла. Количество продуктов я обязательно вам оставлю внизу под видео в инфобоксе. Если вы будете делать из меньшего количества продуктов, соответственно, уменьшите пропорционально количество необходимых ингредиентов. Готовить я буду вот в таком большом тазике. Это самая удобная для меня посуда для заготовок. Вы же можете использовать какую-нибудь глубокую кастрюлю. Нам необходимо просто всё, что нужно, измельчить, сложить в тазик, перемешать и сварить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь высыпаем сюда соль и сахарный песок. Перемешиваем. И даём постоять примерно 5-10 минут, чтобы наши овощи выделили сок. Прошло 5-7 минут. Овощи слегка все осели. И хорошо выделился сок. Теперь сюда добавляем все остальные ингредиенты. Растительное масло. Измельчённые помидоры или, в моём случае, домашняя томатная паста. Перловку. Кстати, перловку вы можете заменить рисом. Перемешиваем. Чувствуете уже, какой аромат стоит? О, а я чувствую. Так, теперь добавляем литр воды. В процессе приготовления будем следить за уровнем воды. И, может быть, придётся немного ещё добавить. Включаю плиту и на среднем огне варим наш рассольник в течение 40 минут. Изредка помешивая, чтобы не пригорело. Пока у нас рассольник варится, в это время нужно заняться банками. Пока рассольничек готовится, я поставила крышки. Достаточно 5 минут просто их прокипятить. И я подготовила банки. Значит, кто привык стерилизовать, пожалуйста, вы можете простерилизовать любым удобным для вас способом. Или в микроволновке, или в духовке, или над паром, или в кастрюле с горячей водой. Я же банки просто хорошо помыла и залила кипятком. И сейчас они у меня стоят с кипятком и остывают. За 5 минут до окончания варки вливаем 100 миллилитров уксуса. Перемешиваем. И слегка убавляем огонь. На этом этапе нужно подкорректировать вкус. Добавить соль. Может быть, сахарного песка. Всё хорошо перемешать. Специи сюда лучше не добавлять. Это вы уже положите по своему вкусу во время приготовления супа. Во время варки мне пришлось ещё добавить примерно 3 стакана воды. Но это нормально. Банки я закрываю металлическими закручивающими крышками. У меня получилось в итоге 3 двухлитровые банки и 4 литровые. Ну и немного я оставила перекусить. Официально сейчас спустилась в подвал, чтобы показать вам весь масштаб. То есть, сколько я заготовила уже рассольника. И этого мне ещё пока мало. Вот там ещё баночки стоят. И это ещё не всё. Вот ещё баночки. Скорее всего, вот эта полка будет заполнена банками с рассольником. Советую вам сделать его побольше. Всем советую приготовить вот такой рассольник на зиму. Тем более, сейчас у всех сезон огурцов. И я надеюсь, огурцов у вас в этом году большой урожай. И вы не знаете, куда их девать. Так вот, пожалуйста, приготовьте такой рассольник. Зимой вам останется только сварить бульон, положить туда картошечку и достать из подвала бадочку рассольника. Всё, и суп готов. В конце только приправить какими-то специями и положить туда какой-либо зелени. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии. Может быть, вы в рассольник в такой что-то ещё добавляете. Поделитесь своими секретиками. Ну, а я ненадолго с вами прощаюсь. С вами была Татьяна. Делитесь этим видео обязательно в соцсетях со своими друзьями. Вдруг им тоже пригодится. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»